И ответить лучше всего кинжалом. Там красная линия, не красная. Я бы сейчас не хотел говорить про красные линии. Друзья, всем привет. Ну что, если вы чувствуете сейчас запах Гарри, то это горит на московских болотах после вчерашнего. Ну там такая смесь Гарри и еще одного запаха. Там просто из-под Путина вынесено очень много чемоданов. Вот поэтому, ну запах такой плотный. Что там перебивает другое? Гарь, запах его чемоданов или наоборот. Сказать сложно, нанесется там страшно. Они все никак не могут пережить. Сейчас расскажу подробно. Естественно, удары ядерным оружием и все вокруг жабы. Это все понятно. Но очень интересно. Кремль на такой раскорячке. А что же он будет делать дальше? Теперь, после этого позора. Вы не забудьте, друзья, подписаться. Лайк, шер, комментарий. Подписка, вы знаете, подписка очень важна. И я жду ваших подписок. Работаю для вас. Вы поддержите. И мы таким образом продвигаем видео. Друзья, начинаем. Ну, вы знаете, прошлой ночью, ну не этой, а прошлой ночью, был атакован Кремль. Красота. Красиво взорвались беспилотники над Кремлем. Весь мир облетело. Позор страшный для России. Ну и истерика на болотах несется вовсю. Ну, естественно, соловьиный помет, там он выдал все, что может. Ну, естественно, ядерное оружие. Ударьте, уничтожьте уже так, чтобы навсегда. Ну, в общем, по классике соловьиного помета. Посмотрите. Я обращаюсь ко всем, от кого зависит решение. Извольте отвечать. Извольте отвечать жестко и сделать все необходимое, чтобы страна победила. Если вам для этой цели необходимо использовать тактическое ядерное оружие, используйте. Стратегическое, используйте. Если вам для этой цели надо использовать баллистические ракеты с каким-либо иным, а не ядерным, ну, хотя бы обычным, конвенциальным, используйте. Но не должны Кремль бомбить нацисты. Безнаказанно. Ну, это соловьиный помет рассказывает. Другие, на других, там, у других пропагандистов другие безумцы тоже говорят. Кинжалами, кинжалами в центре Киева. Давайте. Посмотрите. Сейчас нужно нам ответить, причем ответить жестко и ответить по Киеву. И ответить лучше всего кинжалом, конечно, чтобы его никто не мог перехватить. Пару штук, но по центральной части Киева. Не говорю там по банковой, это Министерство обороны определит. Но ответить нужно жестко. На самом деле они атаковали ночью Киев и Одессу, иранскими шахедами. В Киеве все сбито, абсолютно все. И там они еще ракеты использовали, и ракеты перехвачены. В общем, все, что они пытались сделать, все наши славные сбройные силы, перехопылы остановили. Молодцы. В Одессе большую часть тоже остановили. Пару долетело. Ну, все это, в любом случае, на вот эту истерику, вот это, о, однобычные стоят. Ну, явно не то, что они имели в виду. Ну, и отдельно у них там пригорает от Запада, Украины. Понятно, ну, давайте начнем с Запада. И Соловьев вдруг вспомнил институт изучения войны, и говорит, подонки, негодяи, испугались там, испугались. У них Кремль бомбят, даже не Белый дом бомбят. Но, говорит, испугались они. А в чем дело? Ну, давайте послушайте фрагмент. При этом забздели западники страшно. Сейчас вот все эти американские подс**ки, все эти ворующие деньги государственного бюджета США, структуры типа институт изучения войны, семейки русофобской м**ти. Иначе никак не назвать эту вот жабу, гадину, которую зачем-то пускали в Россию, сняв с нее санкции Викторию Нуланд. Вот как эту м*****ь, эту т*****ь можно было в нашу страну пускать? Давайте уже пожуще. Укр и Рейх должен быть разрушен. А теперь в чем же дело? А дело в том, друзья, что институт изучения войны в своей постоянной сводке написал, что это все очень похоже на провокацию со стороны Кремля. И там объясняет почему. Ну, действительно, этот вариант есть. И сегодня три варианта на столе. Провокация непосредственно российская. Второе. Внутренняя российская борьба. Третье. Ну, вы поняли. Привет от ЗСУ. То есть, кстати, еще вариант. Тоже привет из Украины, но не от ЗСУ, не официальный. Мало ли где там дроны продаются, в каких супермаркетах. Помните нам рассказывали, как шахтеры, где там покупают оружие. В общем, такая версия тоже есть. И от этой версии, значит, они истерят. Ой-ой-ой. Кстати, очень смешно об этом пишет Симонян. Говорит, если бы это были мы, то было бы там все по-другому. И лучше бы это были мы. Ну, да. Им страшно осознать позор, что они не могут защитить крошечное пространство воздушное над Кремлем. Это реальность. Это страна, которая себя называла великой державой. Друзья, ну им очень действительно страшно, потому что вот еще послушайте Гурулева безумного, который рассказывает 10 тысяч беспилотников у них и несколько тысяч, которые летят на тысячу километров. То есть дальше будет лететь и бомбить нас. Ой-ой-ой. Посмотрите на Гурулева. И мы сегодня должны признать, что война вышла только с территории Украины и приграничных областей. Она сегодня рассредоточилась практически по всей территории Российской Федерации. И когда мы здесь, на этой передаче, я говорил, ребята, наши бизнесмены с Китая докладывают, что украинцы через третье страны, через третьи руты в частных китайских компаниях закупили не менее 10 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Из них 2-3 тысячи с дальностью не менее тысячи километров. На меня смотрели, говорят, да ну не может быть. Может. В общем, страшно им. И тут же сам говорит, а где же наши красные линии? Ну все, типа нет никаких красных линий. И вообще, давайте лучше даже о них не говорить. Послушайте. Агентство уже все телефоны взорвались, уже давали там нам объясните то, объясните это. Там красные линии, не красные. Я бы сейчас не хотел говорить про красные линии. Мы про них уже сколько раз говорили. Дискредитированный термин. Да. У нас были покрасневшие там, красные, какие угодно. Ну вот это для того, чтобы вы поняли настроение, которые там царят. Ну и по делам царят, потому что после Кремля все же продолжается. Опять горит нефтебаза на Кубани. Кубань, вы помните. Кубань-Юэй. Кубань. Говорим как глава мишекционного объединения Кубань. Так вот, украинского парламента. Пока они там еще управляют на Кубани, у них там горит сейчас нефтебаза опять. Опять это буквально там не очень далеко от крымского моста. В общем, понимаете, Севастополь, Тамань, Кубань. Прямо линия выстраивается, по которой у них там все горит. И от этого им очень страшно. Но от страха они кричат, ругаются. А как перекривило Соловьева. Хочу, чтобы вы посмотрели фрагмент, где он говорит их вы подонки. А там ему кто-то написал посадить, расстрелять, уничтожить. Вот это вот все. Посмотрите. Они же забздели все. Зеленский кричит, что это не мы. Арестович кричит. Нет, это не Украина. Бздящие подонки. Американцы кричат. Нет, нет, вы что? Уничтожить. Уничтожить. Всю нацистскую укра-верхушку. И, кстати, я считаю, что не должно быть никаких иллюзий. Ни у Германии, ни у США, ни у Британии, ни у Голландии. Никто нигде не скроется, если попробует вмешаться. И хватит дурака включать. Мы знаем, где находятся военные заводы. Уничтожать. Если они производят то, что должно стрелять наших солдат, уничтожать. А вот, который пишет, быстрее мы утремся. Я абсолютно согласен. Некто Алексей. Мерзавец, подонок, хохляцкая. Найти и посадить. Найти и посадить. Друзья, ну, теперь подводим итог. Реально Кремль на раскорячке. Они так нагрели собственное общество, что сейчас этот позор, который они... Ну, удар по Кремлю. Удар по Кремлю. Впервые с 1942 года, когда там пару раз его немецкие войска бомбили. И впервые с того времени удар по Кремлю. И они кричат, что-то пыжатся, тужатся. А ведь на самом деле ответить нечего. Я вчера был на многих мировых СМИ, включая там индийские, друзья. И могу вам сказать, что всех одно, что это, конечно, для России страшный, страшный позор. Весь этот позор они пытаются прикрыть вот этими криками своими. Ну, будем дальше следить за развитием событий. Мы не расслабляемся. Но посмотреть это видео очень важно. Поэтому помогите мне его продвинуть. Вы помните лайк, шер, комментарий, подписка. Всем привет из Гончаренко-центра. Держим строй!